А-а-а-а-а-а-а-а-а Но после этого я еще кое-что хочу сказать И этот мотоцикл, начиная прямо с этого видеоклипа, я разыгрываю среди вас бесплатно Чисто в благодарочку за все, что мы вместе с вами прошли и проходим Чуть попозже расскажу, смотрите это видео до конца Там будет чуть поподробнее, как принять участие в этом бесплатном розыгрыше И как получить шанс выиграть этот байк любому из вас Ну а теперь погнали, рассказывай Блин! Блин! Поздоровайтесь! Ура! М67 То так я пердану, что мухи дохнут, падая гурьбой А от чего и почему, да и сам я не пойму Только лягу я и приготовлюсь ко сну Из букла выходит газ, и жена противогаз надевает, когда я засну А вся пердешь моя, взрыва опостая Супруга ночью воет от тоски Спущу такую боль, что хоть зажжешь огонь То разлетится комната в куски А от чего и почему, да и сам я не пойму Только лягу я и приготовлюсь ко сну Из букла выходит газ, и жена противогаз надевает, когда я засну Субтитры сделал DimaTorzok Вообще-то я хорош, но как наступит стёж Подеют стёкла, режут глаза Грабы не мухи брут, везде свежо отрут Не комната, а сектор газа А от чего и почему, да и сам я не пойму Только лягу я и приготовлюсь ко сну Из букла выходит газ, и жена противогаз надевает, когда я засну А от чего и почему, да и сам я не пойму Только лягу я и приготовлюсь ко сну Из букла выходит газ, и жена противогаз надевает, когда я засну Я без понятия, что теперь рассказывать В натуре, ну сколько прошло времени, сколько я всего наделал У меня уже раздвоение личности десять раз случилось Уже столько всего произошло, уже я даже не помню, был у меня Урал или не было Короче говоря, встречайте спустя два года С сосной, синий и горёк Ну и чё тут скажешь? Старым Уралом это уже не назовёшь Новым Уралом тоже это не... Это средний Урал Это получается средний Урал Я сделал столько времени, я его хреначил Тут переделано вообще всё, вот всё, что может быть Ну, за исключением вот этих фишек и этого, блока предохранителей Я их только ещё не переделал И всё, только блок предохранителей остался здесь от Старого Урала Это, пожалуй, та машина, которую уже не обзовёшь развалюхой Потому что, когда я этот Урал купил за 45 тысяч рублей На нём страшно было доехать даже до этого места Даже когда мы снимали видос, как мы в десятером ехали на этом Урале Он работал на одном цилиндре Второй отвалился по непонятным причинам Ну, я не помню просто, почему он тогда отвалился Всё, на этом Урале такие вещи исключены Знаете, сколько он проехал после того, как я поставил новый спидометр? Спидометр я поставил в самом конце После того, как сделал всё, поставил инжектор и всё в этом духе Я прошёл ещё 500 километров А поставил я его гораздо позже, чем собрал этот двигатель Наездил ещё там, наверное, километров 700 Ну, грубо говоря, там тысячи полторы, может быть, даже есть на этом моторе Скажете немного, но для Урала это много Учитывая, что я в него вообще больше не залезал Настроил тепловые зазоры Собрал всё, настроил, отрегулировал туда-сюда, обратно 1500 километров без единой поломки Без единого... ну ладно, мозги он, конечно, имел и продолжает иметь Но в сравнении со старым Уралом, это нельзя назвать, что он имеет мозги Короче говоря, получилась машина такая, на которой Вроде бы как можно кататься, не думая, что он не заведётся или развалится Он стоял полгода у меня в гараже, в неотапливаемом Во втором, в маленьком Я подошёл к нему этой весной Сделал вот так, не подключая аккумулятор, всё стояло в нём А потом сделал вот так Ой, как! Вы вообще видели? Вот напишите свою историю У кого-нибудь было такое, что после зимы, не заводя ни разу Подошёл, повернул ключ, дёрнул кик, он завёлся с первого раза Вот с этим Уралом было именно так Ах, хорошо-то как, хочется просто молчать Ну да ладно, как я добился такого успеха на этом мотоцикле? Что он у меня такой красивый... вот красивый лёг у меня мотоцикл Урал Безусловно Ты вот, когда видишь, я прям выезжаю из-за угла на нём Ты что хочешь в натуре сказать? Я возбудился Серьёзно? Да Ты такой хочешь? Не хочешь сказать, какой-то железный понос у тебя, а не мотоцикл? Нет, нет Ну это радует В общем, чтобы он заводился всегда Чтобы всё было надёжно Нужно было произвести некие манипуляции с этим мотоциклом Сейчас я постараюсь кратенько, не на два часа рассказать, какие манипуляции были Начал я примерно с двигателя Потому что ураловский двигатель Ну само по себе железо, как бы оно нормальное Но когда там на него навешаны неправильно работающие карбюраторы Неправильное зажигание Хреновый генератор Тухлый насос Старое уже всё сточилось Поршневая, клапаны, сёдла просели Ни хрена не работает Вот в таком состоянии обычно эти Уралы В этом же состоянии я взял свой Урал На этом двигаться нельзя Ты всегда думаешь, что у тебя двигло вот-вот отрыгнёт И это так и происходит Всё пизду Начал с двигателя Короче говоря, заменено было в нём всё Кроме картера Ну картер это же стенки двигателя Вот они остались Всё остальное было переделано Ездил к Жене Быковскому К специалисту по мотоциклам Уралу У которого очень много этих мотоциклов на ремонтной тюнинге постоянно Коленвал модернизировали Втулки всякие делали Подшипники меняли Поршневую растачивали Ставили поршни какие-то 79 мм побольше Помоднее Под 92 бензин степень сжатия Чуть поднялась Кубатура увеличилась В головках Чё только не делали Сёдла всяческие Клапаны там Вольцваген БМВ Ауди Всё присутствует в этом двигателе Понятно Сделали офигенные головки Офигенно держат компрессию Офигенно работают все вот эти вот клапаны Сёдла Всё прирезано Всё чётко Поршневая С большей степенью сжатия получается Он и едет пободрее Ну и наш бензин лучше переваривает Коленвал получается Без всяческих там биений Отбалансировано Все вот эти вот втулки На которых пальцы двигаются Всё это без задиров С офигенной смазочкой Со специальными проточечками Даже коромысло здесь переделывалось В общем внутри двигателя Ничего от стандартного Урала Кроме железа просто Не осталось Всё переделано Блин, такую чухню рассказывают Зачем это вообще кому нужно? Ну понятно Там ещё куча всего Всякие прокладки Сальнички Пыльнички Даже на эти штанги Герметика Тонны Подшипники Япония Не Япония Заказывай Ищи Вставляй Всё это было сделано Для того, чтобы двигатель Стал надёжный Ну мне пофигу Было на то, что он там мощнее станет Мне главное было, чтобы он был Надёжный И работоспособный Но, железо двигателя Было готово Чтобы всё это заработало Должны быть дополнительные системы Которые питают двигатель И отвечают за всякую фигню вокруг двигателя Чтобы всё это нормально заработало Ведь сделать одно двигло И дальше на нём кататься На всратых корбах На всратом зажигании На всратом всём На всратой системе смазки Это шляпа полная Поэтому я продолжил тюнить этот Урал дальше Первым делом был воткнут Более производительный масляный насос Который изготавливали на целом Авиационном заводе в Москве Или в Подмосковье, не знаю Ну где-то там, короче Этот насос даёт больше давления Больше масла прокачивает Оно лучше циркулирует А у Урала, у его двигателя Со смажкой проблемки вообще-то Теперь вокруг двигло, что было сделано Во-первых, чтобы он нормально функционировал Ему нужно нормальное зажигание То есть, чтобы искрашило Нормально, вовремя там Хорошая Чтоб это всё не отрыгивало Чтоб ни один цилиндр работал Потому что на второй искре не подаётся И система питания нужна нормальная Ведь когда у вас стоят Псратые карбюраторы ненастроенные Один котёл работает в одну сторону Другой в другую Один беднеть, другой богатит Один вообще отвалился Тоже перестал работать Из-за искры не работает один котёл А из-за корба хренового Второй не работает котёл Возникают вопросики Как на этом двигаться Поэтому я стремился только лишь к одному Установить инжектор на этот мотоцикл Производится он в Беларуси Делают ребята из компании М2 Боксер Это самый крутой инжектор на Урал Который можно придумать Сделан не по-колхозному А именно так, будто на заводе Клепают специально для Урала Но оно в принципе так и есть Встаёт тютелька в тютельку Нету кучи непонятных каких-то вещей Вот этого раздрая проводов Кучи блоков каких-то Не подходит туда Не подходит сюда Всё встаёт Болтон Привариваешь только лямбда-зонды На два глушителя Прошиваешь мозги Конкретно под свой мотор У всех же они разные У кого-то стоят поршни тюнинг У кого-то не стоят У кого-то одна голова У кого-то другая В общем, вы поняли Прошивать надо самому Я это сделал Кроме того, что инжектор Даёт всегда одинаковую И правильную смесь на оба котла То есть они начинают нормально фурычать Так ещё и его мозги Подают искру на два котла Тоже правильную и одинаковую Соответственно, с двух сторон Со сторон искры И со сторон питания Двигатель начинает работать равномерно Пропадает вибрация Увеличивается ресурс, грубо говоря Потому что Когда вот один котел работает хреново А второй нормально Там биение вот эти вибрации Моторы, естественно, начинают разбивать Коленвал, там распредвал, шестерни Всю фигню Всё начинает отрыгивать Так вот, инжектор поставлен Всё Вкупе с тем, что весь мотор сделан Это всё превращается в машину Которая функционирует на уровне мотоцикла На уровне просто мотоцикла А не развалюхи Про современный мотоцикл мы не говорим Урал никогда до этого не дойдёт Я уже понял Короче, смотрите, как должен функционировать двигатель Урал Просто Никаких стуков Никакой фигни Типа глохнет Цилиндры по-разному работают Вы посмотрите, как он тарахтит Тихонечко у него обороты, наверное 700 сейчас стоят Если посмотреть через компьютер А через компьютер можно с инжектором посмотреть По блютузу подключаешься Карты прошиваешь Чего угодно Хоть прошивку попкорн сделаешь Чтоб он отстреливал Когда бросаешь газ Единственный косяк этого инжектора В том, что Его должны два троса приводить в действие А сделать нормально два троса Вот на Урале И эта задачка ещё та Чтобы они равномерно открывали дросселя Если они открываются по-разному То и всё-таки цилиндры по-разному Начинают работать Здесь идеала я не добился Но послушайте примерно Как он функционирует Зайди со стороны глушителя Чтоб звук был Зайди подалее Чё растопырился Слушайте как тарактит Тихонько так Бархатно Я вообще тащусь от того Как заработал Запел двигатель этого аппарата Ну на каком Урале Вы ещё такое слышали? Понятно, что можно сюда Лоткнуть хорошие карбюраторы Импортные Хорошее зажигание Настроить его Но это отдельные системы Это всё равно Там какие-то настройки Надо делать туда-сюда-обратно Но на инжекторе Их тоже надо делать На самом деле И с тросами проблема Соответственно Инжектор это круто-надёжно Но больше Охрененных понтов А я именно этого и хотел Чтоб самый понтовый Урал был И я это сделал Ну ладно, жиклёров же нет Дросселя только стоят Мозга думают Всё работает отлично Но ещё хороший аккумулятор Походу нужен Для того, чтобы инжектор Хорошо работал Поэтому возникают вопросики Когда он разряжается Двигатель запел Но чтобы он запел Как бы нужен и аккумулятор И питание Чтобы было нормальное питание Старый генератор Урала Родной Выдаёт 125 ватт По-моему Этого хватит Чтоб две лампочки Головного света зажечь И всё И у вас аккумулятор В минус Начнёт разряжаться На заведённом двигателе Даже в отсечку Соответственно Я понял Инжектор Лямбда зонды Фары Хотел подогрева Ещё сюда ставить Мало ли на дальняк Поеду Это много Жрёт Генератор от трактора Какого-то там Встаёт сюда Просто идеально Особенно Когда есть Заведение Где эти генераторы Модернизируют Специально Под Урал Чтоб они выглядели Красиво Там гравировано Всё Фрезеровано Не надо подходить Лёх Я уже все кадры Снял Расслабься Так вот Этот генератор Выдаёт 750 ватт Хватит За глаза Чтоб даже музло Сюда Наверное Воткнуть И слушать его Воткнул генератор Всё Электричество Появилось Чтобы это Электричество Нормально Функционировало И в мотор Заходило И в инжектор На эту проводку Переделать Потому что Родная ураловская Проводка Это просто Макароны Которые лопаются Вот так В руках Под заказ Индивидуально Делают У всех же Разные Там Мож у кого Стартер Есть на Урале Надо же Чтоб ответвление Проводки Было То есть Всё это Делается Воткнули проводку Всё запиталось Всё стало Отличнее Сделали нормальное Давление масла Но его ещё И фильтровать надо Это масло Родной фильтр Урала Это Кобздец Одним словом Да и все остальные Фильтры Урала Которые продаются Которые внутрь Вставляются Вот эта Туалетная бумага От компании Ливны Что ли Не помню Какой-то фильтр Был Ну просто ужас Я купил Он у меня в руках Чуть не развалился Я предпринял решение Поставить Автомобильный Фильтр Для масла Который Вкручивается Снизу И так же Руками откручивается Просто Покупается Переходник Ставится на место Старого родного Фильтра И вкручиваешь Этот фильтр Ну и вы прикиньте Фильтр от Рено Логан Вкрутил Масло Фильтруется Поддон Увеличенный Поставил Масло На литр Еще больше Его много Оно лучше Охлаждает Двигатель Потому что Его много Оно чистенькое Оно нормально Качается Под давлением Генератора Лупят Инжектор Вся фигня Искры Туда-сюда Остается Лишь только По-моему Одно Для двигателя Нормальная Фильтрация Воздуха Родной Фильтр Урала Опять же Такой же Как и все Что я перечислял Раньше Родной От Урала Конский Волос Туда Накладываешь И через Волоса Конские Типа Воздух Проникает А частицы Кала Остаются В волосах Волосы Выдернул Отсюда Вот так Об коленку Отряхнул И опять Ставишь Нормальная Фильтрация Воздуха Поршневая Скажет Спасибо Когда в нее Камни Залетают Через Этот Фильтр Я Думал Какой же Фильтр Втыкать Продаются Какие-то Бочки Какие-то Там Страшные Грибки Это Такое Убожество Я Долго Гнался Вот за Этим Фильтром Это Самое Крутое Что Можно Воткнуть В Урал Вы Посмотрите Нормальный Короб Нормальная Гравировка Все Стильно Болты Сюда Самые Болотные Купил Которые Только Были Нормальные Патрубки До Инжекторов Доходят Все Четко Никаких Перегибов Не лопают Сами по себе Резина Хотя бы В них Есть А не Пластик Старый Советский Все Все Вы понимаете Двигатель На этом Закольцевался Все Системы В норме Но Когда у вас Шикарно Работает Двигатель Мопед Не поедет Ведь Все Таки Мощность Этого Двигателя Как-то Надо Передавать На Заднее Колесо И между Двигателем И задним Колесом У нас Присутствует Такая Трансмиссия Это Коробка Передач Сцепление Карданный Вал Редуктор Все Это На Урале Такое Как и Все Остальное Если Оно Родное Я Буду Это Много Раз Сегодня Походу Повторить Кал Полный Ураловская Коробка Это Такая Хрень У которой Вылетают Передачи Не Втыкаются Она Хрустит Пердит И Задняя Передача Там Не Всегда Есть А Днепровская Коробка Говорят Гораздо Лучше Передачи Втыкаются Плавнее Четче Не Вылетают Не Выпадают На Грязном Стасе Была Именно Днепровская Коробка Хотя Это Был Урал Тоже А На Урале Была Ураловская Коробка Поэтому Я Принял Волевое Решение Ураловскую Коробку Изъять И Вот так Пульнуть Сцепление У меня Один Раз Уже Сдохло Этот Маховик Который Весит Килограмм 5 Просто Тоже Не Отбалансированный Это Ешь Вот Эти Все Вибрации Но Это Вибрация Не Только От Этих Биений Появляются Урала Еще Подвеска Есть И Колеса И Так Далее Долго Рассказывать Походу Придется Ладно Говорю Короче Воткнул Сцепление И Илья Чукалов Его Еще Зовут Шланц Производит Коробки Передач Из Днепровских В которые Воткнут 5 Передач Вместо 4 На Урале И на Днепре 4 Передач А когда Добавляется 5 Скорость Немножко Возрастает Когда Ты еще Одну Передачу В конце Можешь Подоткнуть Ведь Урал Ездит Обычно Со Средней Скоростью 70-80 Км Час Если Ездить На Дальняк А я хотел Ну хотя бы Соточку Ехать С этим Карабасом Соточку Можно ехать Спокойно Урал Практически На холостых Едет На пятый Другое Дело Чтоб Двигло Вывезло Эту пятую Передачу Когда У тебя Коляска И еще Два Человека С тобой И еще Куча Груза Не вывозит У меня До сих пор Но это Потому что Инжектор Я не до конца Настроил И дросселя Не на полную Открываются А только На половиночку То есть Тут еще Потенциал Мощности Есть Ну да ладно Сцепление Блатное Оно вообще От автомобиля Здесь стоит Причем Не с этими Пружинами А с тарелкой Полноценной Держит Такой момент Что два Мотора От Урала И скрестить И от сцепления Не провернется Надежно Долговечно Работает Охрененно Единственное Только выжим Тяжелый Становится Поэтому Нужна ручка Помассивнее Чтоб рычаг был Либо Установить Сюда Можно еще Гидравлическое Сцепление Ребята Из М2 Боксера Которые делают Инжекторы Еще и сцепление Гидравлическое Делают И мне его Прислали Кстати Но я до сих пор Не поставил Ладно С карабасом Разобрались Охрененное Сцепление 5 передач Дальше у нас Идет Карданный Вал С ним я ничего Не делал Кроме замены Крестовины Он какой-то Переваренный Удлиненный Это как раз Из-за Днепровской Коробки Видимо Редуктор В редукторе Много всяких Финтов Можно сделать В виде Замены Шестерен Это как Звезды На мотоцикле Поменять Переднюю Побольше Поставил Будет Больше Скорость Заднюю Поменьше Поставил Тоже Будет Больше Скорость А вот Если заднюю Побольше А переднюю Поменьше Будет Больше Разгон Но Меньше Скорость В редукторе То же самое Можно делать Вот с этой Главной Парой Шестерен У меня Стоит Редуктор Так называемая Восьмерка Это Родные Шестерни Они Рассчитаны На тягу Ведь Урал Должен Много Картошки Везти А не Гнать Газ В пол 150 200 Км В час Я решил Эти же Шестерни Оставить Чтобы на Пятой Передаче Даже С весом Вывозил Урал Это все Дело Если Поставил Там Девятую Пару Или Десятую Он бы На четвертой Мне кажется Сотку На холостых Поехал А на пятой В натуре Под 200 Но я подумал Не вывезет Поэтому Оставил Родной Редуктор Дальше Возникли Вопросы С колесами Родные Колеса Урала Это Такой Мрак Просто Это Не описать Словами Это Хуже Даже Самых Первых Китайских Мотоциклов Потому Что В Советском Союзе Если С завода Колеса Они допиленные Вручную Они были Кривые Кривые Настолько Что Когда Ты едешь Тебя Мотоциклов Все время Вот так Вот Делают Вот так Едешь Как на Коне То есть Когда Сперва Были Кони На них Вот так Ехали А потом Их Заменили Уралами Продолжили Ехать Так И не Заметили Что 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 То Не Так Но Сейчас Покатавшись На нормальных Байках Ты понимаешь Ну Нет Так Ехать Невозможно Типа На 50 Ты Вот Так Едешь А когда Разгоняешься Стол Вот такая Вот Вибрация Надо Что Делать С колесами Может Переспецовать Там Вот Это Вот Все Сделать Это Возможно Убрать Это Биение Но Оказалось Не тут То Было Не только Прыгают Эти Колеса А еще И сами Барабаны Это Барабанные Тормоза Вот Сюда Входят Колодки Грубо Говоря В этот Барабан Ты Нажимаешь На Тормоза А Барабаны Тоже Кривые Яйцевидные Так Сказать И Когда Жмешь Тормоза Колодки Схватываются За этот Кривой Барабан И Тоже Начинает Все Прыгать Соответственно Они Прыгают С Двух Сторон Так На Поставить На Урал Но И При Этом Чтобы Они Выглядели Как Ураловские Колеса А не Какие Там Снятые С Хонды С 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 Эти Ромашки А Вот С Одинаковыми Спицами Это Настолько Редкость Насколько Я Помню Их Называют Туристовские Колеса Потому Что На Урал Туристы Они В Какие Года Стояли Охрененные Колеса За счет Того Что Спицы Одинаковые Больше Ничего Не Скажешь Найти Их Было Вообще Нереально Ну Вот Прям Взять На Авито Купить Никто Не Продает И Даже Если Продавали То За Огромные Деньги Поэтому Я Нашел Человека По Моему Это Был Иван 66 Так Его Зовут Он Занимается Колесами На Урал На Каждую Деталь По Уралу Есть Свой Человек В Нашей Необъятной Родине Который Вот В Каком То Дальнем Городе Занимается Определенными Деталями Для Урала Изготавливает Их Вот Практически Вручную По Колесам Тоже Так Оказалось Так Вот Я Говорю Мне Нужны Самые Модные Колеса Самые Крепкие Самые Ровные Чтоб Барабаны Не Били Чтоб Можно Было Спицами Отрегулировать Раз И Началось Делать Четыре Колеса Туристовских Покрашенных Охренительно Прямо Иваном 66 Я Их Не Красил Там И Под Заказ Любой Цвет Делают Имеются Теперь Колес На Урале Но Биение На Них Было Адское Я Все Таки Переспецовывал Барабаны Четкие Тормозишь Не Бьет Но Сам Обод Из-за Того Спицы Были Натянуты Ну Как Так Он Продолжал Прыгать И Я Это Все Переспецовывал Дня Два Потратил Даже Аппаратуру Специально Нашел Чтоб Крутить Этот Самый Диск И Видеть Куда Там Идет Биение И Подтягивать Спицы Жуткое Мероприятие Я Чуть Не Окалил Мне Кажется Даже Сложнее Чем Инжектор Прошивать Было С Ставить Родные Тормоза Барабанные Не Переделывать Ни Под Как Диски Не Делать Гидравлику Чтобы Все Оставалось Аутентично Барабаны Настроить Попроще Чем Переспецевать Колеса Тоже С Нулевыми Знаниями Я Это Делал Но Тормозов На Урале Можно Сказать Нет В Современном Понимании Этого Слова Они Тормозят Они Даже Тормозят Юзом Если Ты Хочешь Но Их Все Равно Нет Дальше Воображаем У себя В голове У нас Есть Двигатель Все Отлично Фурыч Трансмиссия Передает Момент На Колесо Колесо Вращается Тормоза Немного Тормозят Биения На Колесах Нет Что Еще Для Жизни Надо Конечно Надо Чтоб Была Нормальная Подвеска Потому Что Ураловская Подвеска Как бы Ты Ее Не Делал Хоть Не Функционально От слова Совсем Когда У меня Был Этот Урал На Родной Подвеске Можно К нему Подойти Вот Так Пошатать И Он Весь Вот Так Вот Зашатается И Подпрыгнет Еще Представляете Наверное Что Происходит Когда Едешь По Корням По Бездорожью По Ухабам И У тебя Все Амортизаторы Вот Так Делают Бах Бах Тарарах И Все Прыгает Я Амортизаторов Абсолютно Одинаковых Которые Я Если Честно Не Помню Кто Делал И Где Так Вот Там Делают Именно От Самых Крутых Амортизаторов Для Нивы Ну Нормальной Фирмы Это Все Устанавливают Вовнутрь Короче Получается Аморт Который Функционирует Смотрите Как Это Работает Обычный Берешь Мало Раскачать Вот Так Вот А Эти Опа И Плавно Вверх Опа И Плавно Вверх С этой Стороны На Люлике То же самое Погоди 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 Что такое Тебя Свет Не Закусали С этой Стороны Вот Так Бах И Смотрите Как Плавно Вверх Сзади То же Самое Опа И Все Регулируется По Преднатягу Можно Заказать Амортизаторы Помягче Пожестче Под Жесткую Загрузку Нужны Жестче Аморты Я Сказал Дайте Мне Средние И Все Будет Зачет Короче Аморты Тоже У нас Появились Но Чтобы Все Это С коляской Функционировало Нормально Нужна Еще И Вилка Нормальная А Родная Ураловская Вилка Вот Эти Два Лома Деревянных Которые Не Функционируют Потому Что Они Были Убиты Уже Лет 50 Назад Ну Делать Зачем Их Делать Вот Зачем Делать Родную Вилку От Урала Есть Вилка От Урала Туриста Опять Насколько Я Помню И Она Рычажная С Коляской Если Посмотреть Сбоку Вот Это Если Посмотреть Сбоку Леша Иду Я А Леша Сбоку Если Посмотреть Это Вот Рычажная Вилка Вместо Обычных Ломов Которые Идут Вперед Но Выглядит Солиднее Перед Приподнимается Рулится На всяком Оффроуде С полной Загрузкой Это Все Гораздо Лучше Опять Сюда Встают Амортизаторы Которые Можно Сделать А Ураловскую Вилку Сделать Нельзя Можно Воткнуть Вилку От Другого Мотоцикла Но Это Будет Не То Это Вот Эти Бобберы Чопперы Когда Из Уралов Делают Я Такого Не Хотел А Что По Это Все Рулилось Ведь Все Таки Нагрузка Гораздо Больше На Рулевой Стакан Ко У Тебя Рычажная Вилка Стоит Ты Лупишь Загрузкой С полной Надо Подшипники В общем Менять Вот Эти Вот Которые Стоят В рулевой Родные Подшипники Насыпные То есть Просто Шарики Насыпаешь В обойму И оно У тебя Там Вот так Болтыхается Вместе С рулем И передним Колесом Начинает Разбиваться Конические Подшипники Во всех Современных Мотоциклах Применяются Вот В этом Узле В Урал Точно Так же Их Можно Запихнуть И они Продаются Ну Наверное Много Где Но В оппозит Маркете Вот Прям Конкретные Подшипники Для Урала Легко Найти Говоришь Дайте Мне Подшипники Конические В рулевую Тебе Их Дают И ты Берешь И ставишь И они Не разбалтываются И рулежка Становится Просто Отменная Ну Если Говорить Об Уралах Конкретно А не о нормальных Мотоциклах Ну И вот Весь Этот набор Железяк Мы как бы Имеем Подвеска Мотор Трансмиссия Блин Рулевая Там Вилка Колеса Тормоза Это же Все вместе Надо как-то Собрать так Чтобы оно Все равно Не люфтило Ведь Мотоцикл Когда не собранный А Урал Не собранный Весь Был Ну Просто Весь Я же говорю Тут ничего родного Не осталось Кроме Блока Предохранителей Чтоб это все Не люфтило Короче говоря Надо подшипники И саленблоки Втыкать в круг Повсюду Новые Все это тоже В позит маркете Я заказывал Мне привезли Все Тютелька В тютельку Встает Хоть тебе там Резиновые Хоть тебе там Из чего еще Из капролона Что ли Их делают А полиуретановые Полиуретановые Да Короче полностью Маятник Все узлы Вот где должны быть Какие-то саленблоки Подшипники Все здесь Точно так же Обслужено И за счет этого Мотоцикл получился Ну настолько Офигенно собранный Что на нем Даже без коляски Ты ездишь И не ощущаешь Того что он У тебя куда-то Уплывает И все такое Он прям Железное Бревно Вот Одно целое Мотоцикл Стал одним целым Он не разболтанный И не расхлябанный Но бревно Когда ты на нем Катаешься без коляски Зато как пердит А почему он так пердит Да потому что Еще и выхлоп Надо было козырной Сюда поставить Я воткнул Сюда глушители От КБ МТС Вот так называется Это заведение Только они делают Глушители Именно на Урал Понятно Можно самому сварить Там поставить Какую-нибудь банку Укроповича Все такое Но вот если брать Чтобы для Урала Подходило сразу Это КБ МТС Там 2-3 вида Глушители Я конечно же Поставил Самые пердящие Вывел вот эти Дупла вниз Чтоб он пылил Когда ехал Ну и пердит зачет Я думаю Вы заценили Все Ну как все Я вам вот это все Перечислил Типа так легко Кажется А на самом деле Тут Как биздец Сколько всего Было сделано Я колел Каждую детальку В руках вертел Подкрашивал Подделал Подпиливал Допиливал Ладно Дальше возник вопрос Ну как бы у меня Все железо есть Все круто Все классно Проводку там Соединял 2 недели На нем Только Надо бы покрасить Его А как покрасить Чтобы он смотрелся Круто Синий Игорь же все таки Поэтому синий цвет Но Можно же покрасить Баллоном Можно покрасить Хреново Хорошо Кисточкой Там краской С полировкой Со шпатлевкой Чтоб не было Вот этих Всех вмятин Ну нету Ни одной детали На Урал Чтобы она была Без вмятин Я такой Не Надо чтобы было надежно Поэтому красим Порошком Все железо Которое на нем есть А на Урале Ведь пластика нет Поэтому красим Весь Урал Порошком Ведь это самое Надежное покрытие Которое Как ни царапай Ему вообще похрен Он не сгниет Теперь вообще никогда Все Покрасил порошком Начиная от рамы Заканчивая всякими Рычажками И Вот этими элементами Пластика Ну цвета понятны Вы их все видите Я выбирал Долбанутый нахрен Синий кэнди называется Но нюансы по покраске Конечно же есть Ведь все таки Сперва я его красил А потом докупал Некоторые детали Как рычажную вилку Поэтому она в порошковой краске Не была Поэтому она покрашена Видимо баллончиком И уже обколупывается Соответственно Опять надо разобрать Полу Урала И отвезти на покраску Вот эти вот рычаги Ну дальше Там уже совсем мелочь Типа эргономики Надо было сделать Света Всякие новые поворотники Фары от Гелендвагена По моему здесь Стоит Ну то есть Все родное Как бы Даже родная Вся эта Наружная часть Но линзы Со всей вставкой Вот этой Вроде от Гелендвагена Офигенно светит Офигенно прозрачная Выглядит гораздо лучше Чем родная Родная Ураловская Но у нас же еще Люлька есть А люлька Это Ну как бы Тоже пассажиру Должно быть комфортно А если люлька Сделана еще и хреново И она люфтит От мотоцикла Отдельно То водителю Тоже некомфортно Как бы При том что Вроде бы Пассажиру должно быть Некомфортно Но ты за рулем А у тебя отдельно Что-то болтается Сбоку Поэтому тут тоже Тяги новые Вся вот эта штука Покрашена Там Десять тысяч раз Я менял эти цанговые Зажимы Чтоб все четко было Крылья Проводку Я так и не доделал На люльку Кстати Уже руки Все Уже не хотят Вот к этому всему Притрагиваться Поэтому тут провода Снаружи торчат Короче Кто его выиграет Там еще будет Чем позаниматься Но Это самый козырной Урал из всех Которые наверное Есть на белом свете Сейчас Ну у кого еще Пять передач Инжектор нафиг Синий кэнди А Скажи Видел такого Даже у Майко Джексона нет И у Брюса Ли Жан-Клод Ван Дамма Тоже нету Вы посмотрите Какие колеса Стоят на моем Урале Вот О чем я думал Когда стоял бампера Как бы колеса намекают Что я его делал Для дороги А не для того Чтобы по бездорожью Глину месить А бампера Ну ладно Значит этих Сшибать Таксистов Можно вот этими бамперами По городу Нормально Все выглядит Стильненько Бамперы есть В общем Повтыкал сюда Все Единственное Чем я не успел Заняться Точнее не нашел Мастера Который это может сделать Это по сиденьям В Урал Тут до сих пор Стоит кресло В котором Шумай на Альфе С коляской Уже лет 7 назад Ездил со мной В Крым Мы его немного Это Сняли с него Обивку Потому что А протухло уже Это кресло Здесь до сих пор Стоит Ну чтобы хоть как-то Можно было передвигаться Но никто не хочет Делать красивое кресло На Урал Я столько искал Не нашел Зато уже Эти ковры там лежат Даже багажники Ковер Все открывается Все четко Подушки Ты глянь Ты видел такие подушки Стильные Они как новые выглядят Посмотри Приблизь Видишь Вот это не гнилое Все Вот это вот Все красиво Это я красил Гуталином намазывал Чтобы сосны были Эти подушки Короче Все здесь четко Остается только поговорить Ну про что А редуктор кстати На 4 гайки На 4 шпильки Я делал Чтоб крепко было Короче Ну все сделал Для того чтобы Урал достиг Вершин современных Хотя бы китайских мотоциклов Пика Ну вы уже все видели Видео Где мы гонялись С китайским Уралом Ну таким Самым чахлом И он его по скорости Обошел И по комфорту Тоже обходит К сожалению Но про эргономику Я здесь думал Сидение лягушки Я обожаю Это ретро стиль И в принципе Ну блин На таком седле Охрененно сидеть Это как на велике А есть Самое удобное сидение В мире было Не такое оно Там конечно крутое На Урале еще круче Но это пушка Я ненавижу Сплошные сидения На Уралах Вот это охрененно Особенно пассажиру Который вот за эту фиговину Держится Просто Это надежнее Чем за водителя Держаться Крутяк Но с сидениями Тоже были вопросы Они были Замученные Изношенные Сломанные Проперженные Дырки были В этих лягушках Полностью обновленные сидения Стоят И чехлы Для того чтобы смотрелись Помоднее А не резиновыми Дальше уже руль От Урала Волк Ё-моё На грязном стасе Именно этот руль и стоял Я с него сюда перестоял Охренительно удобная вещь Руки вот так ставишь И едешь А не вот это Где-то внизу Вот так вот рулишь На Урале Говорят Выглядит чмошно А по ощущениям Ты как терминатор За Этот самый За Харлей Дэвидсон Садишься Кстати Что-то ручка газа Уехала куда-то Слышь Надо это поправить Открутилось уже От вибрации Видать Вибрирует тоже Как Харлей Дэвидсон Ставишь И руль вот так вот Болтыхается Давай попробуем Это продемонстрировать Давай Сними поближе Прям Чтобы видно было Эти вибрации Не Не как Харлей Дэвидсон Тут не такая Мощная вибрация Но видно Что он шевелится Да С подгазовать Стави Стави Я хотел поставить Хорошую Не вот этот алюминий Всратый С заусенцами Купить огромную Кочергу Поставить хорошую Современную ручку От нормального Мотоцикла Для сцепления Нашел Только в тот момент Именно тогда Случились все Санкции Кризис И нихрена Типа нет И все дорого И вот эта ручечка Мне обошлась В 16 тысяч рублей Ручка Сцепления 16 тысяч Но я так люблю Свой Урал Что я был готов Купить эту Сраную ручку За 16 тысяч И вкорячить ее Чтоб сцепление Выжималось Охрененное Я понимал Что я сделал Хорошо Тут регулировки По усилию Короче Сейчас на самом легком Стоит Но чтобы выжить Надо быть ниндзи Вот Лех Засними сюда Смотри Вот отгибаешь Смотри Зет такая красиво Сделана Вот эту отгибаешь Хрень нажимаешь И видишь Что тут регулировка Даже высовывается Там снизу бабышки В разные места Охрененная ручка Чего не скажешь О тросике О родном ураловском Ну он покупной Новый Но этот трос Не выглядит так же хорошо Как ручка Ублюдок просто Такой из нее торчит Блин Вот все Что покупается В магазинах Именно оригинальный От Урала Это такой кал Только Только модный Тюнинг Если сюда стоять Ну и в общем Я перечислил вам Вроде бы как Все что с ним делал Но вы должны умножать Это и я тоже Еще раза на три Потому что я пробовал Одно Пробовал другое Там разные корбы Разные масла Фигасла Втыкал Разбирал Собирал Скука его Разбирал до винта Раза 3-4 Минимум Цельбу Минимум Жопа сколько было С этим мотоциклом У меня веселых историй Работы И времяпрепровождения Под Мой любимый Сектор газа Да жалко Многое я наверное Позабыл за это время Но какие приключения Еще были Самая интересная часть Сколько же денег Я потратил На этот Урал Учитывая все Что я с ним сделал Это будет Приблизительная цифра Потому что Всего я не помню Точно И я не включаю В этот список То что я делал А потом снимал И выкидывал Ну то есть Все что на нем Сейчас стоит Я и перечисляю Прямо по пунктикам Я все выписал Сам Урал Так Выхлоп Пятнашка Инжектор 70 Проводка Три с половиной Воздушный фильтр Пятак Колеса Диски Сами 38 Резина С белыми бортиками Во время кризиса Купленная 50 Рычажная вилка 20 Амортизаторы Приблизительно 15 Крыло Новое 3000 Покраска Всего мотоцикла 25000 В синий Покраска Элементов Рамы И вот этого Вот бокового Прицепа 8 Много Винтов Ведь все-таки Чтобы собрать Нормальный Урал Нужны хорошие винтики Ну я купил их 1000 на 20 Но не все Влезли в Урал Поэтому 10 Сидение с чехлами 8 Ветрозащита Но это все Я не считаю Потому что Оппозит Маркет Мне с этим делом Помогали Со многим Кстати Ручки сцепления Тормоза Блатные 17 Блоки переключателя Крепление руля Руль Высокий спидометр Фары Треху Аккумулятор 4 Все остальное Всю эту мелочь Не считаем Итого получается Вот из того Что сейчас здесь стоит И половина Еще бесплатно было И я это не посчитал 436500 рублей Если округлить Еще что я позабывал Типа подшипников Сальников Прокладок Масил Фигасил Ну 450 Вы прикиньте 450 косых Не обошелся Этот Урал Ну это кстати Чуть дешевле Чем новый Гроза Дефендер будет стоить Он по моему Будет стоить 600 Ну и вот Такой у меня Получился За столько денег И за столько Времени И за столько Всякого Трэша Мотоцикл Да я на нем Собирался В дальняк Поехать Даже в Африку Но случился Грибучий вирус Случилась Спецоперация И что-то Как-то За границу Совсем не хочется Ехать Особенно в Африку Но еще я понял Вот что На Урале Можно было бы И по родине Попутешествовать Но блин До мотоцикла Все-таки Он до сих пор Не дотягивает У меня прям Вообще Полностью Отпало желание Продолжать Заниматься Уралом А заниматься Им можно До бесконечности Я вам честно скажу Учитывая Сколько я с ним Сделал Я до сих пор Точно знаю Что с ним Надо сделать Столько же И снимать Блин Пять лет На канал Про Урал Одно и то же Как я разбираю Колеса И подтягиваю Конические подшипники Ну и вон Нахрен Меня заколебало Ехать на нем В дальняк Тоже не хочется Потому что В этом дальняке Будет происходить Абсолютно То же самое Опять я буду снимать Колеса И подтягивать Конические подшипники А еще буду снимать Поршневые И засовывать Туда новые прокладки Потому что Старые выдавило Нет Ну в натуре Желания нет Вот Продолжать Заниматься Вот этой вот Этой вот Машиной Да Стоит она Охренительно Мне нравится Я на нем Периодически Выезжаю Понятно Под ним Лужа Масло Образовывается Я Доливаю Масло Протираю Эту лужу С огромным Кайфом Без коляски На нем Ездил С огромным Кайфом Сейчас даже С коляской Доехали сюда С поваром Он говорит Сел в Урал Как на войну Поехали Ощущения Почему-то Не знаю Почему у него Такие ощущения Вообще Не похоже Это на войну Ну да ладно Но в основном Этот мотоцикл Стоит И мне Жалко его Даже порой Трогать Я не хочу На нем В говну Уезжать Я не хочу Ломать На дальняке И что мне С ним делать Я не любитель Музеев Ну типа Это Не хочу я Музей у себя Устраивать Из мотоциклов Солить Мотоцикл Нахрен мне Это не нужно И Ладно Я как-то Слишком просто Говорю Вот как Говорил Великий философ В Доминик Торетто Нет ничего Печальнее На свете Чем зверь Запертый В клетке Поэтому Я не хочу Его держать У себя И солить А так как Я живу Снимаю Контент И делаю Что-то Интересное Сейчас Только благодаря Вам Ну и в принципе Благодаря вам Всегда Потому что Ну даже Когда с рекламой Был полный Порядок И все такое Не было бы Вас И вы бы не смотрели Опять бы я Ни хрена Этого не делал Поэтому всегда Только благодаря вам Все это происходит И не хочу Солить я мотоцикл Я решил Разыграть его Среди вас Бесплатно Но есть одно Условие Сейчас вот Уточнение По поводу этого Я Коль бесплатно Разыгрываю Для меня Для меня Короче Смотря Смотря в эту Камеру Прям Ну вам В глаза Получается Как бы Через камеру Сразу В миллион Глаз Охренеть Долбануться У меня только Сейчас посетила Эта мысль Не совсем Бесплатно Потому что Есть некоторые Нюансики Но 10 рублей Это можно сказать Бесплатно Ё-моё Просто надо Чтоб все четко Было Поэтому все равно Придется потратить 10 рублей Гребаный стыд Ну чтоб я точно Определил Победителя И не было Никаких косяков Все в телеграме Переходите Это был Урал до После Еще одно Видео с ним Сниму Перетяхивание Канатов С китайцем Посмотрим Кто кого Дернет Все Пошел уже Монтировать Этот видос Погнали Леха Вводить Не выключай До дома Доедем На нем Последнее Видео Почти про Урал Сейчас Смотри как Смотри Смотри Жужжит Хорош Вообще Никогда Сечек Не дает Давай Залезай С камерой Жужа Жужа Слышал Вот эту Фигню Заклинило Она отгибаться Должна Чтоб удобно Было Залезать Ну подзаржавел Немного Леха Ты в себя Снимал Когда залезаешь На улицу Думаешь Такой контент Ты уже Залез Зачем Себя Тебе Я еще Не залез Зачем Себя Тебе С ковер Все Погнали На Урале До хаты Монтировать Видео Смотрите Как это Делается Блин Наш Прямо Поехал Руль Влево А едем Прямо Позлушайте Звук Этого Мастер Ура Андрея Скутерца Копать Вау Разбуксуем По дороге Сейчас На дороге Выйдем Покажу Порсаж Вам На свет Идет Ухи Грибаные Глаза Залетают Ну поехали Оооо Загляйся Ооо Ну поснимай Ты фотоцикл Что ли Я боюсь Камеру Вылить Не уронишь Весы Пошар Третья Третья Нормально Видел как он прыгает Да мы по селу едем Какой спидометр Тут скорости нет Над колеса Подрезку снимать Как все работает Черт Черт Поправо Я когда сажусь на Урал С оппозитом Меня будто Селяется Иуда Душчелленджер Этот гребаной Жопой Дать Прям У него С Урала Рассыпется Не Урал А тут Челленджер Рассыпется Хорошо Приехали А Ага Еще прокатимся Нанял Ладно Перетягивание Канатов Как-никак Блин Вообще Вот Когда садишься на Урал Хочется орать Что наиграна Все У тебя нет эмоций Почему вот он это Мне кажется Они просто вот этот Скультер уже неделю Собирают без установки И устали Ну все До свидания